12 марта 149 километр автодороги россия за поселком эмаус в сторону москвы автомашина хонда пилот врезалась в камаз чистящий дорогу дорожная техника чистила левую полосу трассы машина большая яркая участок дороги ровный почему водитель хонды не заметил камаз пока непонятно никто не ответил нам и на вопрос какова была скорость иномарки хотя судя по техническому состоянию машины скорость была приличной на месте погиб водитель хонды водитель камаза уверяет он вел машину со скоростью 10 километров в час видели эту машину как она влетела нет вы с какой скоростью шли небольшой когда спасатели приступили к работе из кабины водителя иномарки выпали деньги 36 36 36 до 36 пятитысячных в хонде на момент столкновения был еще один человек женщина она находилась на переднем пассажирском сидении с места аварии и доставили в больницу травма пострадавшие по словам сотрудников гибдд не тяжелые только когда спасатели разблокировали зажатого металлом мертвого человека удалось установить его личность мужчине 55 лет жил в черногобове эту машину приобрел в ноябре девятнадцатого года по всей видимости этим днем мужчина ехал в москву что стало причиной аварии устанавливает следствие назначены необходимые экспертизы пока на месте работали сотрудники гибдд и спасатели движение в сторону москвы было затруднено образовалась почти километровая пробка первого апреля в тверском областном суде с последним словом выступит подсудимые по делу о контрабанде в российскую федерацию наркотических средств и психотропных веществ как следует из обвинительного заключения жители тверской области поставляли наркотические средства и психотропное вещество в значительном крупном и особо крупном размерах из зарубежных стран на территорию российской федерации с целью последующего незаконного сбыта в твери и тверской области через тайники закладки на скамье подсудимых 27-летний жители твери и калининского района роман кудрявцев и павел говша их задержали сотрудники управления фсб по тверской области в результате спецоперации перекрыт международный канал поставки в россию крупной партии наркотиков по данным следствия кудрявцев организовал поставку наркотиков из стран евросоюза для пересылки наркозелья с применением маскировки использовалась международная почтовая связь кудрявцев привлек для помощи своего знакомого уроженца амурской области павла говшу полученный из-за рубежа наркотик теперь уже подсудимые планировали распространять через закладки на территории тверской области хитроумный план не был осуществлен благодаря своевременному вмешательству спецслужб у задержанных оперативники изъяли в общей массе почти полтора килограмма готовых к распространению наркотических и психотропных веществ рыночная цена изъятого гашиша лсд и амфетамина превышает полтора миллиона рублей также полицейскими установлены что подсудимые планировали осуществить незаконный сбыт поддельных денежных купюр на территории тверской области полученных из зарубежного государства в операции по беззаряживанию наркокурьеров участвовали сотрудники у нка у мвд по тверской области у фсб россии по тверской области тверской и домодедовской таможен мужчин задержали при получении очередной партии психотропного вещества из-за рубежа в прениях прокурор просил признать виновными обоих подсудимых по всем статьям предъявленного обвинения назначить роману кудрявцеву наказание виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей павлу говша видит 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима строгого режима